Давайте продолжать. Мы продолжаем обсуждать линейные дифференциальные уравнения, и сегодня будем говорить про линейные системы с постоянными коэффициентами. С постоянными коэффициентами в размерности 2. То есть это означает, что мы будем изучать такие уравнения такого вида x с точкой, y с точкой равняется a умножить на x, y. Значит, это линейное уравнение, в данном случае линейный оператор, дифференциальный линейный оператор, который мы рассматриваем, устроен как дифференцирование по времени минус умножение на фиксированный оператор a. Ну и, соответственно, наше уравнение переписывается в таком виде. То есть это, на самом деле, однородное линейное уравнение. И чем эти уравнения замечательные, это тем, что их можно явно решить. Причем в размерности 2 это всегда делается прям вот совсем явно. Но для этого нам нужно будет вспомнить немножко из линейной алгебры. Ну и давайте первое, что мы хотим научиться делать, это мы хотим научиться делать замены переменных. Если помните, в линейной алгебре одна из таких главных мыслей состоит в том, что не все базисы одинаково полезны. Что бывает, у нас есть линейный оператор, это некоторый геометический объект, это отображение, которое одни векторы переводят в другие векторы. И у этого линейного оператора есть способ его записывать в координатах, записывать в виде матрицы. Но при этом в зависимости от того, как мы выбираем базис, матрица может получиться либо хорошей, либо плохой, грубо говоря. Либо удобной, либо не очень удобной. И тут сейчас будет вся та же самая история. И первое, что хочется сделать, это хочется поговорить про линейные замены переменных в линейных уравнениях. И мне понадобится такая лемма о том, что если у меня есть вектор функция φ, это пусть будет какое-нибудь отображение из r в rn, это вектор функции. Но если я могу ее продифференцировать, а еще я могу на нее подействовать каким-нибудь линейным оператором. Давайте пусть у меня а – это какой-то линейный оператор, из rn в rn, фиксированный линейный оператор. Можно думать про то, что это матрица фиксированная. Тогда, если я продифференцирую афе от t, то это все равно, что подействовать оператором а на производную фисточкой под t. То есть, иными словами, операции умножения на фиксированную матрицу и операции взятия производной, они перестановочные. Их можно переставлять местами. Собственно говоря, почему это так? Это можно по-разному увидеть. Можно, например, просто расписать все в координатах и заметить, что умножение на фиксированную матрицу – это что такое? Это мы берем… Ну вот, если бы мы это все расписали, то у нас было бы что-нибудь в таком роде. То есть, допустим, матрица А – это какая-то вот такая вот матрица. Если мы действуем этой матрицей А на наш φ, а у нас пусть будет φ от t, это пусть будет φ1 от t и так далее, φn от t. И если мы действуем матрицей А на наш вектор, то это означает, что у нас возникает просто какая-то вот такая штука. А1, 1, φ1 от t плюс и так далее. Плюс А1, n, φn от t и то же самое здесь. Ну а теперь понятно, что если я вот эту штуку продифференцирую, то что у меня произойдет? Значит, продифференцировать вот такую вектор функцию – это все равно, что продифференцировать каждую из ее компонентов. И с другой стороны, благодаря тому, что вот эти Ашки у меня тут фиксированные сейчас, на самом деле, просто в силу линейности дифференцирования я получу вот такую штуку. А это ровно то же самое, что я бы взял бы и подействовал матрицей А на вектор, который состоит из производных φ. То есть это все равно, что просто подействовать А на производный вектор функции. Заметьте, что здесь важно, что матрица А фиксированная, потому что если бы вот эти вот Ашки зависели бы от Т, то, конечно, ничего бы не сработало. Это не самый мой любимый способ доказывать это утверждение. Ну ладно, что-то я его решил. Я хотел это все сказать словами, а потом подумал, что проще написать формулу, а потом... Ладно. Есть более красивый способ, но, наверное, не буду про него говорить. Вот. Окей. Давайте теперь эту ляму применять. Значит, зачем я ее хочу применить? Ну, потому что вот пусть у меня есть сейчас какое-то уравнение, давайте даже не обязательно размерность 2, вот просто пусть у меня есть уравнение z с точкой равняется az. Значит, я пишу z, чтобы не путаться с x и y, которые у меня потом будут, как две координаты в номерном пространстве. Значит, пусть у меня есть z, это просто какой-то номерный вектор. Элемент РМ. Вот. И А, соответственно, просто отображение из РНВР. фиксированное. И давайте я сделаю здесь замену переменных. Давайте я скажу, что у меня есть какая-то матрица c, и я делаю замену переменных вот такую. z равняется c w. Значит, w – это, на самом деле, снова функция t. Ну, давайте пусть она будет вот такой. Вот. Давайте посмотрим, как эта замена сработает. Как она, как в новой координате w, а как будет устроен наш уровень. Значит, давайте смотреть. Ну, во-первых, можно выразить c – это обратимая c, это фиксированная обратимая матрица. Значит, соответственно, w можно назад выражать через z. Вот так. Ну, и давайте смотреть. Значит, кто такой w с точкой? Значит, какое уравнение на w? Ну, нам нужно продифференцировать вот эту самую штуку. С помощью леммы, которую мы только что доказали, мы говорим, что это c в минус первое на производную z. Как раз мы здесь переставляем местами дифференцирования умножения на матрицу. Но с другой стороны, кто такая производная z? Ну, мы знаем, кто такая производная z. z – это решение нашего уравнения, поэтому производная z – это az. Значит, получается такая штука. c минус первое – az. Ну, и теперь надо вспомнить, кто такой z, и как z связано с w. Значит, z связано с w вот так. z – это c на w. Значит, получается c минус первое, а c на w. И вот вам новая матрица системы. То есть в результате замены, в результате линейной замены переменных мы получаем новую линейную систему с новой матрицей. Причем, заметьте, как меняется матрица. Знакома ли вам эта формула? Ну, наверняка знакома. Это, собственно говоря, как раз замена правил замены матрицы линейного оператора при замене базиса. Ну, то есть фактически, что эта формула говорит? Она говорит, на самом деле, что когда у нас написано вот такое линейное уравнение, можно, ну, вот оно, вот, а, это какая-то матрица, но на самом деле вот это линейное уравнение – это какая-то штука, которую можно воспринимать как бескоординатную, как инвариантную. То есть вот здесь написана не просто матрица, которая, не пойми, как себя ведет, а здесь написана именно матрица линейного оператора, которая подчиняется законам, которым должна подчиняться матрица линейного оператора. вот и это для нас хорошая новость потому что она говорит следующее она говорит что если нам у нас есть какое-то такое дифференциальное уравнение и мы хотим это уравнение решить то мы можем в качестве первого действия сделать замены переменных и сделать так чтобы эта матрица стало бы какой-то более приятно ну вот именно этим и сейчас займемся теперь это была общая часть которая относится к любым уравнением с постоянными коэффициентами любой размерности сейчас начнется именно уравнение в размерности 2 сейчас мы будем обсуждать вот такие вот штуки x точка y точка равняется x и грек ну давайте смотреть чего мы хотим мы бы хотели бы как-то научиться решать такое уравнение в более менее общем виде чего нужно узнать про матрицу а в первую очередь обратимость окей это на самом деле да это на самом деле важная штука давайте давайте сразу сразу скажем что я сейчас буду рассматривать случай невырожденной то есть обратимой матрицы случай 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 необратимой матрицы тоже рассмотрим но просто он немножко 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 такой частный случай и это можно просто на семинаре будет рассмотреть обратимой матрицы так хорошо зафиксировали обратимость что дальше что какую информацию про матрицу нам нужно узнать если нас интересует то как она действует на пространство это какая-то какая-то фиксированная матрица от времени не зависит и характеристики матрицы да на самом деле самое важное что вообще же самое важное что можно знать про матрицу это ее спектр это ее собственные значения ну и вот давайте рассматривать сейчас разные случаи значит пусть у меня у матрицы а есть два собственных значения пусть они называются лямбда и мю и у меня есть первый случай большой случай это когда лямбда и мю оба вещественные кстати может такое быть что один вещественно другой нет да ну вот если они значит если если у вас есть два комплекса собственных значений то они обязаны быть сопряжены но поскольку мы сейчас рассматриваем что у нас изначально наша система вот изначально это вот матрица а это какая-то вещественная матрица мы изначально живем в вещественном мире сейчас там через какое-то время придется этот мир покинуть но не надеюсь вещественный мир я надеюсь простите вот значит но пока что мы живем в вещественном мире вот если в этом случае если какой-нибудь из лямбда к собственного значения вещественно то и другой тоже вещественно если вот первый случай вещественное собственное значение дальше здесь возможно разные под случае значит давайте посмотрим чего бывает ну например они могут быть одного знака из тех произведения положительно давайте лучше не так давайте начнем со случая когда они разного знака ну во первых если они разного знака это значит что они разные вот а если у вас есть матрица с двумя разными собственными значениями что это значит что хорошего вы можете про это матрицу сказать то что они вырождены это мы уже изначально зафиксировали и то что они разного знака то что их призвание отрицательно гарантирует что ни одной из них не поэтому это конечно правда но не вся правда еще еще хорошего вы знаете про матрицу которые разные собственные значения да это правда и что это значит и что это значит конкретно до матрицы хорошего 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 это не обязательно диагонализируем а если они не диагонализируем а то как она могла бы быть как потом могла выглядеть у нас два разных собственных значения на матрице всего на матрице всего два на два на диагонализируем да ну собственно я можно даже и не ходить далеко до данной формы просто если у вас два разных собственных значений это означает что у вас два разных собственных век по определению если есть собственное значение к нему к нему прилагается собственный вектор по определению вот если есть два собственных если есть два разных собственных вектора, они обязаны быть разными, потому что они просто умножаются на разные числа, то это означает, что мы можем эти два разных собственных вектора просто взять в качестве базисных векторов. И вот в этом собственном базисе матрица обязана быть диагонизирована, потому что так, собственно, векторы работают. Они просто умножаются на константу. Поэтому в этом случае ламда имела автоматически различное и это означает что матрица а диагонализируема то есть существует такая матрица c что за минус 1 от c это просто диагональная матрица вот такая ну и дальше что это означает это означает что мы теперь можем сделать эту замену координат с помощью вот этой матрицы c и в новом базисе наша система будет выглядеть так значит давайте сделаем замену координат у нас было x y теперь мы говорим что x y равняется c на увы это новая координат и тогда в новом в новом диагнозирующем базисе у нас система будет выглядеть вот так с точкой восточка равняется но что c минус 1 от c на увы ну или у с точкой восточка равняется нам до 0 0 вот и сейчас у меня лямбда имю разных знаков значит у его это новые координаты я говорю что давайте мы сделаем сделаем линейную замену переменных вот такую это замена переменных это просто карната в новом базисе вот и вот теперь после после этой самой диагонализации у нас наша система выглядит очень просто у с точкой равняется лямбда у в с точкой равняется мю в вот ну и давайте вспоминать как устроены фазовый портрет и такой систем значит лямбда имю разных знаков давайте без ограничения общности считать например что лямбда положительно у него отрицательно это всегда можно добиться просто переобозначением кто называется лямбда значит без ограничения общности нам до положительными отрицательно и и что у нас такое получается на самом деле мы можем теперь каждое уравнение просто решить или поделить одно на другое и нарисовать значит найти уравнение фазовых кривых все что угодно давайте сделаем и то и то значит у нас у от и это есть так кто такой вот да и в степени лямбда т значит и еще хорошо бы это дело еще хорошо бы это дело умножить на начальное условие на у 0 и в это то же самое только сме так как фазовые портреты устроены что давайте мне здесь увы во первых в начале координат есть положение равновесия конечно так будет всегда в этих линейных системах и теперь что у нас тут происходит лямбда у меня положительная это означает что у у меня растет то есть у меня вот так устроена динамика в наоборот отрицательно поэтому вот тут сюда вот у меня вот так и фазовые кривые устроены ну вот как то вот так что похоже на гиперболы вот мы в разных ситуациях такие картинки уже рисовали значит у меня есть стрелочка не в ту сторону не в ту сторону вот как то так все выглядит значит собственно говоря если мы построим если мы поделим одну систему на одно уровне и на другое рассмотрим такую например штуку дв по ду равняется скажем мю разделить на лямбда в на у это чего она здесь будет означать дв лямбда дв на в равняется мю ду на у да и можно проинтегрировать и получается лямбда логарифм в равняется мю логарифм у плюс константа или можно теперь значит можно считать экспонент от всего этого делу получается модуль в степени лямбда равняется константа модуль степени мю ну или модуль в чонас там лямбда положительная значит модуль в степени минус равняется константа ну собственно говоря вот у нас возникает такой первый интеграл и все это как раз какая-то штука видите у меня здесь обе степени сейчас положительные лямбда положительная отрицательная поэтому обе степени положительность это что-то вроде в какой-то положительной степени на у в положительной степени действительно что-то похоже на гиперболы давайте еще посмотрим эту картинку поговорим про нее значит во первых какие какие у нас типы фазовых кривых здесь здесь есть но во первых есть фазовая кривая которая здесь в центре живет и это просто особая точка просто положение равновесия во вторых есть вот эти вот фазовые кривые которые к особой точке не стремятся которые откуда-то вот оттуда сверху из бесконечности приходят и в правую бесконечность уходят вот значит вот такие вот есть кривые и есть еще четыре специальные фазовые кривые которые вот они две вот такие которые стремятся положение равновесия в прямом времени и две вот такие которые наоборот стремятся от положения равновесия в прямом времени а к положению равновесия в обратном времени когда т стремится минус бесконечности вот значит вот эти фазовые кривые эти вот четыре штуки они носят специальное название называть сепаратрисами вот на самом деле особая точка которая возникала неустойчивая особая точка маятника она локально вблизи самой этой особой точки она устроена ровно так как долго так как здесь нарисован другое дело что вот у нас эта штука линейная поэтому нас эти сепаратриса они дальше они дальше идут до бесконечности как лучи а в то история они вот так вот загибались то что у нас было нелинейная система но вблизи положение равновесия она ведет себя как линейная это некий такой общий факт мы еще мы его еще будем обсуждать и будем использовать вот но слово такое сюда сепаратриса потому что они разделяют некоторые режимы движения например вот если я стартую откуда-то вот отсюда то то где я в конечном итоге окажусь вот тут или вот тут зависит от того по какую сторону от сепаратрисы я был вот в этот момент времени и тут как бы если я чуть-чуть даже поменяю вот представьте себе что я нахожусь очень близко к этой сепаратрисе если я чуть-чуть сдвинусь и перемещусь вот сюда то спустя время это приведет к как бы принципиальным изменениям положения какие-то хочется очень хочется сделать какие-то глубокомысленные выводы на эту тему да но мы еще поговорим про всякие эти истории про динамический хаос эффект бабочки и это на самом деле один из строительных кирпичиков которые как раз этот эффект бабочки создают а хотя на плоскости вот таких системах на плоскости не в линейных не даже не линейных системах на плоскости это значит никакой хаотической динамикой быть не может на эту тему тоже есть теорема мы тоже обсудим все время смысле не на плоскости в простонстве до в простонстве там возникает более сложная ситуация но поскольку там возникает может возникать более сложная динамика потому что там больше собственных значений они могут как-то друг с другом взаимодействие вот это мы тоже обсудим я думаю присумея картинок в простонстве вот значит вот такая картинка у нас возникает в базисе диагонализирующим базисе и если мы вернемся в исходный базис то что это означает что ну вот эти вот направления которое у нас здесь координатные в исходном базисе это собственное направление программе собственных ректоров и у нас есть матрица c о которая нам на самом деле вот эту вот картинку переведет вам картинку в исходном базисе это что это означает это означает что у нас картинка в исходном базисе будет выглядеть как-то так. У нас есть, допустим, здесь один какой-то собственный вектор и другой собственный вектор нашей матрицы. И дальше фазовый портрет в исходном базисе устроен так, что мы просто действуем на этот фазовый портрет некоторой фиксированной матрицей. То есть происходит какая-то такая штука. Во-первых, сепаратрисы остаются лучами, но теперь не обязательно, чтобы они были... перпендикулярны, конечно. Они могут как-то вот так себя вести. Но они по-прежнему прямолинейные лучи. По-прежнему у нас есть особая точка. И все остальные траектории как-то вот между этими сепаратрисами как-то вот так там живут. Вот какой-то такой типичный портрет такого положения равновесия, окрестностей такого положения равновесия. Значит, у этих картинок есть специальные названия. Их придумал Фуан Каре, который, в общем, создал этот раздел теории дифференциальных уравнений, качественных теории дифференциальных уравнений. И, значит, вот эта штука называется... Этот фазовый портрет, этот тип особой точки, тип линейной особой точки. Ну, понятно, что у нас... Обязательно, когда у нас есть вот такое уравнение, то у нас в начале картинок всегда есть особая точка. И поэтому часто говорят... Не то, что мы изучаем вот такие вот уравнения, часто говорят, что мы изучаем линейные особые точки. Вот такая вот линейная особая точка называется линейным седлом. Значит, почему она седло? Ну, она седло, потому что вот эта штука, это все равно, что... Ну, это штука, у которой похоже... Вот если я построил график, Z равняется вот такой вот штуке, то это что-то похожее на Z равняется XY. Это такая седлообразная поверхность. Вот. Ну, и поэтому особая точка так называется седло. Так по-английски говорят седло. Вот. Все, значит, и этот случай полностью рассмотрен. Случай собственных значений разного знака на этом заканчивается. Кстати, на практике, когда нам нужно решить вот такое уравнение, если мы знаем... Если у нас есть матрица, мы можем найти ее собственное значение, мы это умеем делать. Дальше, если мы видим, что собственные значения разных знаков, то это означает, что нам нужны эти собственные векторы. Матрица С. Кстати, кто помнит? Вот матрица С как связана с собственными векторами? Как единичная с замененной на собственное число в... Нет, это вы говорите уже про... Это вы говорите уже про вот эту вот штуку. А сама матрица С как устроена? Вот как, если вы нашли... Как найти матрицу С? Вот у вас есть матрица... А, она просто утыкана с собственными векторами? Утыкана с собственными векторами. Да, значит, у нее просто по вертикали, по столбцам записаны собственные векторы. Значит, тут собственные векторы А. То есть, если вы находите собственные значения, находите собственные векторы, то вы знаете, чему равняется матрица С. Ну и дальше все становится просто. Вот. Хорошо. То есть, вспомни, до какого момента у нас пара? До без 20? А, до без 20 даже. Ага, я помню. Сейчас еще полчаса. Окей. Значит, второй случай такой. Лямбда и мю одного знака? И дальше, если они одного знака, то тут возникают дополнительные подслучаи. Первый случай. Лямбда не равняется мю. Значит, если лямбда не равняется мю, опять же, почему этот случай хорош? Ну, потому что... Потому что... В таком случае матрица тоже диагнозируема. И на самом деле мы приходим ровно к той же самой системе. Но разница в том, что теперь лямбда и мю одного знака. И у нас картинка меняется существенно. Значит, опять же, в диагонализирующем базисе... Значит, вот такая штука возникает. Значит, как у нас теперь устроена динамика? Давайте сейчас считать, что, например, лямбда и мю оба положительные. Что это означает? Это означает, что у нас динамика устроена так. У нас... Значит, здесь все движение происходит от начала координаты. Тут тоже от начала координаты. Ну, дальше нам нужно понять, как устроена вот тут вот динамика. Понятно, что все будет тоже разбегаться, но как именно? Ну, опять же, можно посмотреть на... Все вот эти вычисления, они точно так же сохраняются. Единственное, что у нас теперь... Давайте вот мы посмотрим на вот эту вот... Вот эту зависимость. Значит, что у нас здесь получается? Модуль V равняется константа. Значит, модуль V в степени лямбда на модуль V в степени мю. И давайте я перепишу это вот в таком виде. Значит, возвел правую и левую часть в степени единицы, деленное на лямбду. Дальше у нас есть два варианта. Либо мю больше, чем лямбда, либо мю меньше, чем лямбда. Давайте считать, что мю больше, чем лямбда. Опять же, мы это можем сейчас без ограничения общности считать, потому что мы сами можем выбрать, какое, собственно, значение называть мю, а какой лямбда. Без ограничения общности. И в этом случае чего у нас получается? У нас получается, что V зависит от U как просто возведение в какую-то степень больше единицы. То есть, как устроены фазовые кривые? Да, это просто степенные функции. То есть, они устроены примерно как параболу. Степенные и степень больше единицы. Вот как-то так. Ну, на самом деле, как об этом можно еще думать? Смотрите. Вот здесь тут у нас в начале, при приближении к началу координат, все вот эти фазовые кривые, то есть, они в прямом времени уходят от начала координат вот так вот. А в обратном времени, когда ты стремишься к минус бесконечности, они, наоборот, приближаются к началу координат. И, значит, при этом они обязаны касаться одного из направлений. Вот в данном случае они, значит, если у нас мю больше лямбда, то, значит, у нас мю – это направление, которое соответствует вертикали, а касаться они будут, наоборот, направление горизонтальное. Ну, в принципе, это естественно, потому что что означает, что мю больше, чем лямбда? Это означает, что вот в обратном времени, ну, вот у нас зависимость-то как устроена, у нас у от t равняется е в степени лямбда t, умножить на у 0. В от t – это есть в 0, е в степени мюн. Значит, когда t стремится к минус бесконечности, у нас вот эта экспонента стремится к 0 гораздо быстрее, чем вот эта экспонента. То есть мы вот так, вот в эту сторону, мы приближаемся к 0 быстрее, чем вот так. Ну, это как раз и соответствует тому, что мы обязаны касаться горизонтальной прямой. Вот, соответственно, фазовый портрет устроен вот таким вот образом. Значит, у нас есть такая выделенная горизонтальная прямая, на которой лежат три траектории. Значит, сама по себе особая точка, которая отдельная траектория, две траектории вот такие. И почти все остальные траектории касаются, если их говорить, как они ведут себя в пределе при тесте мюнешнической минус бесконечности, то они обязаны касаться этой горизонтали. Единственные траектории, которые не касаются этой горизонтали, это вот эти вертикальные траектории. Вот, значит, вот эта картинка, она имеет тоже специальное название, она называется узел. По-английски note. Ну, и в данном случае, поскольку у нас все убегает от начала картинок, то вот эта штука называется неустойчивый узел. Соответственно, если так оказалось, что наоборот, лямбда и мюо отрицательны оба, то картинка устроена точно так же, ну, с тем отличием, что теперь все будет приближаться к началу координаты. Значит, и опять же, касание происходит с какой, ну, вот у нас есть лямбда и мюо, с какой, с каким из направлений происходит касание, с тем, которое соответствует, то, которое больше по модулю, наоборот, то, которое больше по модулю, по нему происходит более быстрое приближение. Поэтому касается, на самом деле, наоборот, того, которое меньше по модулю. То есть, в данном случае у меня, опять же, если у меня модуль мю больше, чем модуль лямбда, то тогда горизонтальная штука соответствует лямбде, а вертикально соответствует мю. Похоже на правду? Вот, это, соответственно, будет устойчивый узел. Вот. Значит, это случай, когда лямбда не равняется мю, и все диагонализируем. Дальше есть следующий подслучай. 2, 2. Когда лямбда равняется мю, и теперь у нас есть, на самом деле, еще один подслучай, уже третьего уровня. Что может быть случай, если два собственных значения совпадают? Ну, там может быть два собственных вектора, а два собственных вектора не может быть. Да. Ну, на самом деле, я бы сказал, что два собственных вектора не может быть. Да, смотрите, значит, есть два варианта теперь. Либо диагонализируема, либо нет. Как понять, вот если у вас матрица 2 на 2, как понять, диагонализируема, и у нее два собственных значения совпадают, как понять, диагонализируема она или не диагонализируема? Да, но в случае 2 на 2, это как бы совсем просто. Смотрите, вот представьте себе, что матрица диагонализируема. Да, но это вы очень сложные советы предлагаете. Они себе, конечно, правильные, но в конкретном случае 2 на 2 жизнь устроена совсем просто. Смотрите, если матрица 2 на 2 диагонализируема, и у нее совпадающие собственные значения. Лямбда равняется 0. Как устроена эта матрица в диагонализирующем базисе? Как скалярно. Лямбда 0, 0 лямбда. Вопрос. А как она устроена в исходном базисе? Значит, вот мы знаем, что c минус 1 ac равняется вот такой штуке. Давайте посмотрим, как она была устроена в исходном базисе. А равняется c лямбда 0, 0 лямбда на c минус 1. Конечно. Скалярная матрица – это просто лямбда умножить на е, и она перестановочна с любыми другими. Поэтому это просто короче говоря, если матрица диагонализируема, то вы это не можете не заметить, потому что она уже диагональна. Это вот именно матрица 2 на 2. А, конечно, в матрице в более сложных пространствах могут быть устроены сложнее. Это у меня такая одна из любимых задачек по линейной алгебре. Типа дать какую-нибудь матрицу. Особенно, когда мне нужно проверить, понимает ли человек линию на алгебру, или он просто что-то слышал про матрицу. Дать матрицу 2 на 2 с одинаковыми собственными значениями и спросить, она диагонализируема или нет. Ну, не диагональна. Соответственно, если матрица диагонализируема, то, во-первых, это означает, что она уже диагональна. Во-вторых, у нее, значит, как у нее устроено в таком случае фазовый портрет. Значит, x-точка равняется гаммдой x, y-точка равняется, я прям сразу в исходных карминатах пишу, гаммдой y. Значит, что это означает? Как устроены фазовые кривые для такой, для такой системы? Да, это просто лучи. Значит, у нас просто все векторы, даже если просто векторное поле строить, то понятно, потому что все векторы – это просто радиус вектора, в штуке пропорциональный радиус вектор. И на самом деле все фазовые кривые – это просто лучи. Ну, лучи не отличаются, а то, что там случится? Ну, что значит, не отличается. Он отличается, если мы смотрим на него с точки зрения вот, кто кого касается. Вот здесь у нас были выделены направления, про которые мы говорили, что у нас все, почти все фазовые кривые этих направлений касаются. Здесь все-таки ситуация не совсем такая. Она в некоем смысле такая, но если нас интересует только топология, если нас интересует, куда стремятся траектории, грубо говоря, то тогда эти ситуации неразличимы. Действительно, потому что и на этой картинке, и вот на этой картинке просто все убегает от начала координат. Топологически это одна и та же история. Но если нас интересуют более тонкие, эффекты, то здесь возникает вот это касание. А тут его нет. Значит, вот эта штука называется декритический вызов. Или оно же называется эйлерово-векторное поле. Ну, понятно, значит, я нарисовал для случая лямбда больше нуля, для случая лямбда меньше нуля, все наоборот, стремится к началу кардинка, но кардинка полностью симметрична. Вот. И последний случай, который у нас здесь остается, это случай недиагонализируемой матрицы. Значит, опять же лямбда равняется мю, но при этом матрица недиагонализируема. Ну, что тогда? Не диагонализируемо что-то делать? Да, приводить Жорданов в нормальную форму. Как устроена ЖНФ для матрицы 2 на 2, если она не диагональна? Совершенно верно. Да, длинный 0. Значит, вот у нас в диагонализации, значит, в Жордановом базисе у нас возникает вот такая система. Ну, и тут уже все не так радужно, как было в предыдущем, в предыдущие разы. Значит, здесь УВ, это координаты соответствующей Жордановой базисе. Жордановой нормальной формы. Потому что раньше мы просто могли решить об уравнении, как бы у нас вся система просто состояла из двух независимых уравнений. И уравнение на У, и уравнение на В. Тут жизнь устроена чуть-чуть сложнее, а именно можно нашу систему записать в таком виде. Вот. Но на самом деле устроена чуть сложнее, но не сильно сложнее, потому что мы теперь можем решить второе уравнение. С чего у нас получается? 0 и в степени ЛНДТ. И подставить это решение в первое уравнение. Мы же уже знаем, как В зависит от времени. И у нас получается вот такое уравнение. У с точкой равняется ЛНДУ плюс В0 на Е в степени ЛНДТ. Что это за уравнение такое? Умеете ли вы его решать? Да, это не однородное линейное уравнение. Как его решать? Да, можно взять компетовариации постоянной. Давайте это сделаем. Значит, у нас есть решение однородного уравнения. Какое оно? Да, это просто это просто С на Е в степени ЛНДТ. Ну и, соответственно, мы ищем решение нашего исходного уравнения в виде С от Т на Е в степени ЛНДТ. Ну и давайте смотреть, что получается. Значит, С с точкой на Е в степени ЛНДТ плюс ЛНДДЦ на Е в степени ЛНДТ равняется ЛНДТ. Что такое? А равняется ЛНДДН С на Е в степени ЛНДДТ плюс В0 на Е в степени ЛНДДТ. Так, дальше, как обычно, возникает какая-то магия, которая нам все сокращает, что не нужно. Ой, да и это тоже сокращает. Красота. Так, и получается, что у нас просто С с точкой равняется В0, то есть С равняется чему? В0Т, да, плюс какая-то С1. И у нас решение таким образом да, там возникает уравнение такого вида. Значит, у АТ, у АТ, это у нас что, кстати, получилось, у нас получается В0Т плюс какая-то С1 на Е в степени ЛНДДТ. ВТ равняется В0 на Е в степени ЛНДДТ. Ну, и на самом деле теперь С1 можно найти тоже, если у нас есть начальные условия, да, если у нас У в нуле равняется У0, то чему равняется С1? Ну, как раз у ноля равняется. То есть в итоге у нас вот такое решение. Вот. И, конечно, хочется нарисовать картинку, давайте попробуем это сделать, и она будет довольно-таки необычной. Смотрите, значит, что у нас здесь происходит. Ну, во-первых, если... Значит, давайте... У меня здесь есть вот это направление У, вот это направление В. Значит, во-первых, если так оказалось, что В0 равно 0, то есть если мы стартовали вот здесь на горизонтальной прямой, вот на этой, то а что будет дальше происходить? Давайте для определенности возьмем какую-нибудь конкретную лямаду, давайте скажем... не конкретную, я знаю, как еще зафиксировать. Давайте пусть лямда меньше нуля, например. То есть что будет происходить, если мы стартуем с вот этой горизонтальной? Во-первых, что будет происходить с В? В. Если я стартовал откуда-нибудь вот отсюда, да, В не меняется, то есть оно как было нулем, так и остается. То есть это означает, что у нас на самом деле здесь возникает горизонтальная фазовая кривая, ну, сама особая точка фазовая кривая. Значит, если лямда меньше нуля, то что у меня здесь будет происходить? Значит, вот эта вот штука нулевая при В0, равном нулю, и значит, у меня здесь просто это как У0 умножается вот эту экспоненту, то есть просто происходит движение, если лямда отрицательно, просто происходит движение вот сюда, вот к началу указания. Вот. Теперь интересный вопрос о том, что происходит, если я старту откуда-нибудь, скажем, вот отсюда. Давайте посмотрим. ну, сейчас, давайте смотреть, что происходит при т, стремящемся к плюсам бесконечности. То есть, меня интересует, когда, значит, ну, вот если посмотреть на вот эту штуку, понятно, что с одной стороны у нас возникает вот этот экспонент, если лямда меньше нуля, то вот этот экспонент, она будет убывать, когда ты стремится к плюс бесконечности. А с другой стороны, вот если я стартовал, например, отсюда с положительной ВНО, то вот эта штука, она, вообще говоря, будет возрастать. Вот. И дальше возникает вопрос, кто кого. Да, это хорошая идея, очень хорошая идея посмотреть на отношения одного к другому. То есть, как бы, вот если меня интересует просто направление, вот я двигаюсь как-то, значит, тут у меня есть вот эта траектория, я как-то, как-то двигаюсь, и вот, вот это вот направление, значит, его угловой коэффициент это просто отношение УКВЭ. Точнее, наоборот, ВКУ. Ну и на самом деле можно посмотреть, что это отношение, оно как себя ведет. Значит, В от Т разделить на У от Т. Это, чего у нас там? Экспоненты у нас посокращаются. В0 разделить на В0 Т плюс У0. То есть, если у меня, например, В0 положительное, ну, собственно говоря, уже видно, что если у меня В0 не нулевое, то эта штука, она при Т стремящемся к плюс бесконечности, она просто стремится к нулю. Ну и на самом деле в минус бесконечности вроде бы тоже. То есть, ну, давайте смотреть на стремление к плюс бесконечности. Что это означает? Это означает, что мы будем подходить к началу координат, опять же, касаясь горизонтали. Ну, на самом деле, здесь можно посмотреть, как это возможно. Давайте, давайте вот что посмотрим. Давайте посмотрим на изоклину, на то, где у нас вот это первое уравнение, вот это уравнение, на то, где обнуляется правая часть. То есть, в каких точках векторы смотрят вертикально? Вертикально вверх или вертикально вниз? Значит, лямбда У плюс В. Давайте я сейчас еще раз это перепишу. Значит, вот у меня У с точкой равняется лямбда У плюс В. И у меня сейчас лямбда отрицательная. То есть, если я хочу найти уравнение изоклины, то это просто вот такая вот штука. То есть, это У равняется, давайте, как функцию В. В равняется минус лямбда У. Лямбда отрицательная, то есть, это что такое? Это что такое? Это что такое? Здесь возникает просто вот такая прямая. Видимо, вот такая, если лямбда положительная. Да, если лямбда отрицательная. И давайте смотреть. Значит, по одной стороне вот этой прямой движение по горизонтальной составляющей происходит налево, другую направо. Давайте поймем, где как. Значит, если лямбда отрицательная, а У очень большая, то это означает, что у меня вот здесь. сейчас, это немножко не так выглядит, как мне хочется. Значит, да, здесь динамика вот такая, а тут динамика вот такая. Так что? Так, сейчас, как тогда? А, да, я понял. Окей, я понял, как это все устроено. Значит, это означает, что если мы стартуем, например, вот отсюда, то динамика устроена так. Значит, вот на этой прямой у меня все векторы, они вертикальны. И дальше можно посмотреть на второе уравнение. Второе уравнение нам говорит, что значит, эти векторы, они будут устроены как-то так. Вот здесь они будут смотреть вниз, а здесь они будут смотреть вверх. И это означает, что у меня фазовая кривая ведет себя вот так. Она обязана пересекать вот эту прямую по вертикали, потому что там векторы так торчат. И после этого у нее меняется направление движения. И дальше под нулевым углом она входит в... Ну, как бы стремится к вот этой вот особой точке. Возникает вот такая вот картинка. Все. Ну, и с другой стороны она симметрична. Вот это я неправильно нарисовал. Ой. Вот такая картинка. То есть, смотрите, раньше вот в этой вот истории про вот такие вот узлы у меня все траектории касались одного и того же направления, кроме кроме траектории, которая соответствует второму собственному направлению. А здесь у меня никакого второго собственного направления нет. И поэтому все без исключения траектории касаются вот этого вот единственного собственного направления. Ну, и фазовый портрет выглядит вот как-то так. Да, эта штука называется типа вырожденный узел или, так и говорят, жардановая клетка. Вот. На самом деле хорошая идея это понять, как мы как мы дошли до жизни такой. Вот такой. Потому что ну вот представьте себе, что у вас была была вот такая картинка, а потом бац, в какой-то момент вот вы меняете параметры, пошло вовремя, бац, и вы оказались вот с такой картинкой. Как это вообще возможно? Я не могу сказать, что мы видели на комнату кузову, чтобы она была бы нефантальна, и поэтому интернация открывает как-то 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 ну да. В общем, тут как бы хорошо последить за тем, как устроены как устроены собственные векторы матриц, которые близки вот к таким же жардановым клеткам. Вот. Ну, собственно говоря, все. На этом мы полностью разобрали случай невырожденных матриц с вещественными собственными значениями. То же самое, оно будет абсолютно то же самое, просто стрелочки в другую сторону. то есть, как бы с точностью там может быть дассимметрии. Хорошее упражнение. Да, ну вот, нужно понимать, что если у вас есть какое-нибудь уравнение, вообще, в целом, если у вас есть уравнение x точка равняется v от x, вы всегда можете сделать замену времени. То есть, вот если у вас есть вот такое уравнение, вы берете и говорите, что у вас есть новое время tau, которое есть минус t. То есть, вы говорите, что теперь все движение будет подходить в обратную сторону. Тогда dx по d tau это есть dx по dt умножить на dt по d tau. то есть, это просто минус dx по dt. То есть, это означает, что это то же самое, что минус v от x. Вы всегда можете в правой части автономного уравнения поменять знак. Это будет просто соответствовать тому, что вы обратили время. То есть, двигаетесь по тем же фазовым кривым, так в обратную сторону. Поэтому, если вы здесь лямбда замените на противоположную, ну, хорошо, здесь это будет не совсем соответствовать обращению времени, потому что вот здесь еще вместо плюс единицы должна быть минус единица. Но это будет соответствовать тому, что у вас в симметрии возникает. Картинка, в картинке меняются все направления стрелочек, и еще она происходит симметричное отражение относительно вертикально. Думаю так. Но можно проверить это более. Можно вопрос? Давайте. Вот, когда у нас было два, собственно, значения, мы там, ну, там понятно, что не надо менять скопсинка, то есть, в зависимости от того, мы больше ламбда и наоборот, там, вроде бы, просто скидается. А когда у нас одно, собственно, значение, например, и несколько, как индивидуальная разница, больше она единица по модулю, или меньше? Нет, нет. То есть, видит все разный. Да. По-моему, нет. Я, по крайней мере, не вижу здесь никакой концептуальной разности. Ну, как бы, что нам дает изменение, что нам дает значение 1 вот в этой ламбде? Ну, вот эта вот прямая, которая заклинана, она будет либо более горизонтально, либо более вертикально, но кажется, не концептуально, это ни на что не верить. Вот. Ну, хорошо. Все тогда на сегодня. До свидания. До свидания.